«На других тёлок смотрел, да? На другие пипуки и сисюки зуб точил, да?» Сказала мне Катя, я ей сказал то, что «Нет, мне другие пипуки и сисюки не нужны, мне только твои нужны, я на других тёлок не смотрю!» И вроде как бы мы с Катей закончили конфликт, и она мне поверила, что это не я сидел на сайте 18+. Ху, в этот раз пронесло. Сегодня вечером у Вовочки днюха, поэтому мы с Катей отправились в детский магазин, чтобы купить ему какую-то игрушку. Там у нас и кубик Рубики, Пикачу, и Нинтендо Свитч, и рюкзак, в школу много всего интересного продавалось, но мы решили Вовочке купить стул. Ну а чё? Вроде как бы полезный подарок. Стул. На нём сидеть можно. И ездить, он как бы на колёсиках ещё. А после этого я увидел, что там в уголке стоит маленький трёхколёсный велосипед, и я решил купить его Кате. А то она меня уже заколебала тем, что я не могу кататься на своём байке. Ну, типа ей лень за мной бегать. Но после того, как мы вернулись с магаза, ты даже не поверишь, кого мы встретили. Опять ту бабку, и опять того чувака в балаклаве, которые присанули нас тогда, когда мы взяли в аренду синюю тачку Семёныча. Спустя 10 минут разбиралок мы всё же с ними решили, то что бизнес из бизнеса, они пришли сделать бабульке маникюр. И тут вдруг сзади меня приехала та самая синяя тачка, из которой вылезла тёлочка в красном платье и её муж, мафиёзник какой-то 100%. И в этот момент грабитель как будто испарился, куда-то убежал и спрятался. Интересно, почему он так сильно испугался эту тёлку и этого мафиёзника? Узнаем в этой серии. Сейчас будет интересно. Здрасте. Молодые люди, вот эта маникюрщица, которую я вам только что советовал, это моя девушка по совместительнисту, естественно. И вот если что, обращайтесь к ней, и она маникюр делает. Я маникюр делаю, молодая девушка, только я сейчас занята. Я не могу сейчас вам сделать маникюр. Да, она сейчас немножко занята, как я понимаю. А где вот эти, глядя? Не знаю. Смотри, они на входу за диваном спрятались. Чем заняты? Ну как, вы что, не видите? В смысле, никого нет. А вот, ну как... Псс, псс, подыграй мне. В смысле, никого нет. Я, я, я посетитель, я посетитель, она мне маникюр делает. Нет, девушка, делайте мне маникюр, она мне часто, я часто посетитель. Да, у меня сейчас на приёме, мой молодой человек. Да, давайте так, вам правую руку, среднюю руку, левую руку, да? Мне среднюю, центральную руку на правой руке, нижний палец, пожалуйста, сделайте. Всё розовеньким, да, как обычно? Да, да, да. Да, странный у вас тут фетиш. Ой. Какая тебе разница, тебе-то такое дело, какой у нас фетиш. Вот кто-то жену свою сюда приводит, чтобы ей маникюр делать, а чья-то девушка своему же парню маникюр делает, вот. А кто-то вообще где-то там прячется за диваном, кто-то у себя дома. Может, у него такой фетиш, да? Непонятный какой. Ой, ой, всё, не крутись, не крутись, пальчики, пальчики. Давай, я сделаю всё. Девушка, только, пожалуйста, аккуратнее, и кутикулы мне подравняйте, кутикулы, пожалуйста, подравняйте мне. Так, ладно, когда мы сможем к вам прийти? Так, ну сейчас я посмотрю свой плотный график, где мой ежедневник. У меня его нет. Хорошо, послезавтра. Приходите послезавтра, я вам сделаю маникюр, хорошо? Да, они бронируют, как вот. Просто, понимаете, у нас сегодня корпоратив, как бы там и девичник, и мальчишник. Мы там, нет, мы уставшие будем. Послезавтра приходите, я вас на приём запишу, я менеджер этой девушки, и по совместительности. Да, очень. Приходите, в общем, послезавтра. Чтобы послезавтра здесь была курица, слышь ты, куропатка? Я тебе твои крылышки-то подкромсаю, ага. Вы как-то, ну, поаккуратнее разговариваете? Вы приходите в маникюрный салон, и потом владелицу маникюрного салона курицей называете? Если испортишь мои ноготочки по лицу, да... Ты посмотри, какая борзая, вроде нормально разговаривали. Идите, валите отсюда, записали на послезавтра, всё, давайте, вы своего охранника забыли. Вы охранника забыли. Охранник, мы тебе маникюр делать не будем. Почему он убегает на машине? Слушай, это какая-то вообще странная компашка. Молодой человек, я понимаю то, что вы, возможно, уснули. Уходите, ваш босс уже давно ушёл, он пешком бежит. Давайте, садитесь в машину, догоняйте его. Я не понимаю, что происходит, честно. Я для этой дамочки самые острые ножницы в мире возьму и откушу ей там всё. Подожди, где вот эти, где грабители? Да вон они сидят. Уезжают, подождите, уехали. Вы, вы это, тю-тю? А вы чё, спрятались-то от них? Я чё-то ничего не понимаю. Мы интроверты. Мы стеснительные. Любим прятаться за кроватью и никого не трогать. И с кем не общаться. Так это, может, я не знаю, раз вы их так испугались, может, вас, наоборот, познакомить? Я сейчас позову, я позову их сейчас. Не-не-не, подожди, подожди, Кать. Мы ещё дома любим сидеть, на улицу вообще не выходить. Не, ну слушайте, ну раз вы интроверты, мне кажется, они чё-то не договаривают, да, интроверты? Ну пойдём, позовём. Так, Кать, ты тут, да-да-да, ща-ща-ща, я пойду позову, я не утруждаю себя, я не утруждаю. Это нормальная практика. Эй, вы что-то не можете сделать, нужно это сделать. Идите сюда, тут один в балаклаве, пацанёнок поздороваться с вами хочет. Говорит, он вас знает давным-давно уже. Чё-то... Сразу не ори, сразу... Кать, ты там пригляди за бабулькой, ага. А мы маникюрчик не доделали. Да-да-да, вы идите в маникюрчик, доделайте, господа. Что, что, иди сюда. Куда пошли. Чё тебе надо? Ты мне не можешь нормальным человеческим языком сказать? Эта куропатка на мою девку наорала, говорила, что она курица. А вы спрятались, как будто какие-то крысы за диваном, за кроватью сидели. Тебе, пацан, чё, на месте не сидится? Тебе-то какая разница? А ты-то, чё, пацан, как бы уже слишком, да, заврался, да? Интроверт он, посмотрите на него. Ладно, чтобы меньше вопросов, сейчас я всё расскажу. О-о-о-о-от. Так бы сразу, а то как бы два мужика не могут нормально по душам поговорить. Ну ты реально такой тупой? Мы с тобой второй раз встречаемся, ты не заметил, что я в Балаклаве? Ну, а чё? Ну, может, ты там страшный, может, и лица своего стесняешься, я-то откуда знаю. А в Балаклаве ходят только одни грабители или преступники? Я грабитель. Чьи ты граби... Ты... Не, ну а чё? На жизнь зарабатывать как-то надо. Но максимум, что я украл, это сникерс пятёрочки. Грабитель, да? И вот эту тачку синюю у того мужика. И то это случайно получилось. А-а-а-а... Ты, смотри, катаются там до сих пор. Ну смотри, я их могу позвать в любой момент. Вот там Хаммер ездит до сих пор, если что Не звать, да? Ну, ну ладно, я как бы в полицию звонить не буду Этих бандитов и эту куропатку крашеную тоже звать не буду У меня к тебе одно предложение есть Профессиональное, деловое Ну давай, расскажи, какое предложение Видишь, там строится что-то Это будущий фитнес-клуб И по совместительностью еще один маникюрный салон Который будет составлять мне конкуренцию И будет составлять Катюхе конкуренцию Катюха это моя баба, если же, ну девушка в смысле, вот А владелец этого фитнес-салона Мужик один потный, фитнес-тренер И баба у него есть Танечка вот эта часырешная, которая Также угрожала мне и моей девушке Вот, и чтобы, знаешь Иди сюда, иди сюда на ушко, ушко дай, ухо дай И знаешь, чтобы Эти вареники прошлогодные Не составляли нам конкуренцию Я тебе предлагаю После того, как они достроятся Темной, темной, темной ночкой Я тебе позвоню и скажу то, что Ай, кто-то-то там случайно забыл закрыть фитнес-клуб Ты придешь и украдешь там пару Вот этих беговых дорожек Вот, и все Ну и гантели тоже можешь там несколько украсть Да И протеиновые батончики тоже, в принципе, можешь все там украсть Вот Ну и велотренажеры там Ну короче, все Да понял я, понял все, что нужно Ну вот, если ты понял, тогда Вот, дай мне свой номер телефончика Когда они там достроятся Я тебе позвоню Ой, придешь Разбогатеешь Ну как тебе вообще мое предложение? То есть мне нужно будет прийти И ограбить их Когда они откроются Ты приходишь Грабишь, когда я звоню А я не вызываю бандитов И они с тобой не разбираются За то, что ты якобы у них украл тачку Вот, такое, в принципе, у меня предложение Да вообще, изи Легкотня А, ну вот, тогда давай своему номер телефона Я себе прямо сейчас запишу Там Вот номер записывай Плюс семь Девять Шесть Четыре Один Девять 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 За маникюрчик Как вы сами понимаете Ручки старые Ноготочки старые Там пришлось все делать Корректировать О, так всегда бы деньги давали Покажите маникюр Мне тоже интересно Шикарно Шикарно Ой, грабитель Мы с тобой прям чем-то похожи Ну, в принципе, все Давайте до скорых встреч Да, да, да Все, свалите Пора, пора То как бы уже Наш салон закрывается Уже поздно До свидания До свидания До свидания Грабитель будет на связи Если что Катя тебе потом расскажу У меня один план небольшой появился Такой годненький Все, давайте, удачи Хочу прилечь Ну, ладно Не, ну хорошие Хорошие люди Ну, ну, как хорошие Не были бы они грабителями Были бы хорошие А так, в принципе В принципе, как вечности Мы с грабителями А, не обращай Ну, я говорю Там история небольшая такая появилась Я потом тебе все объясню Мы с грабителями Катя, надо прилечь Надо отдохнуть Потом я тебе все расскажу Надо перезагрузиться немножко Давай, ложись Ой, как хорошо лежать Ну, ты можешь подвинуться немножко выше А ты у меня в ногах лежишь Я сама ищу Как бы где-нибудь лежать Ну, ладно, лежи где хочешь Мне здесь нормально лежиться Да, давай поспим часик Кать Поспим в другой жизни, как говорится Вовочка Что, Вовочка? Что, Вовочка? День рождения у Вовочки Мы сегодня должны идти на день рождения к Вовочке Какой спать? Ааа, нет О, перный театр Я... У меня вообще-то из башки вылетело просто Давай не пойдем Ага, не пойдем А 10 тысяч рублей кто заработает? Кто-то другой, кроме нас, заработает, да? Типа, Кать, честно тебе скажу по секрету Хочешь меня бросай, хочешь не бросай Но я бомж просто У меня в инвентаре ни одного рубля нет Просто ни одного У тебя сейчас два куска, да, есть? Честно заработали Да, вот один и два У меня ни одного рубля нет На что мне открывать этот компьютерный клуб? Я как бы в душе даже не чаю Но мне нужны деньги И без этих 5 тысяч Пошли давай Бери стул Я стул взял Подарок, где Вовочек как бы нужно с тобой взять 100% Так, стул есть, садись на свою... Кать Это первый наш с тобой семейный заезд Мы никогда еще с тобой вместе не катались Наконец-то, хоть у меня машина появилась Не только у тебя Я бы эту машину не называл Но, ну, 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 типа, да, да, оно появилось, давай Блин, она супер медленная Она нормальная, давайте ныть не будешь Она нормальная, почти, почти обгонять мой байк Ну, прям Пожалуйста, давай заапгрейдим его, пожалуйста Ты хочешь ее протюнить? Да, оно слишком медленно Прям, я бы бешком быстрее бы дошла Ну, ощущения хорошие Ощущения хорошие, ну, хотя бы как бы, да, внутренне И ты, ты очень круто на нем смотришься, честно Как будто он для тебя изначально был сделан Как будто ты для него... Да, меня-то не задави! Как будто он для тебя был создан, а ты для него родилась Ну все, вылезай Я паркуюсь Ты в мой байк припарковалась Да, так и есть Ну все, вылезай Подожди, паркуюсь, паркуюсь Оп А-а-а-а-а-а-а-а Вованчика кидаем у него стул, говорим то что он сейчас самый крутой в детском садике и потом делаем свое дело в этом роде аниматоре Все по плану короче погнали Подожди 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 Сейчас да я подойду так ага здесь телефон я буду читать с телефона так давай раз Я первый забегаю сразу же читаю Раз Два Сюрприз Сюрприз давай раз Два Три Здравствуйте дети дорогие Сразу же стихотворение Вовочка дорогой Мы придумали его для тебя В этот праздник день чудесный Вовочка взрослее стал Мы подарим тебе стул прелестный деревянный как металл Деревянный как металл это как? Пусть он будет верным другом пусть в обиду не дает Пусть всех телочек с района тебе в гости приведет И вас телочки тоже Вовочка красавчик местный всем по башне надает Пусть сегодня в день рожденье ты себе семью найдешь наконец-то Реально захолебал у нас короче называют папой и мамой Поэтому пускай Вовочка себе семью найдет и катается на этом стуле телочек леет Вовочка с днем рождения Хай давай хлопай Вы че тут раскудахтались Спасибо-пасибо Спасибо Мишане Вовочке нет он через пару минут придет Че ты ёперный театр Вот это фальстарт забирай стул Мы слишком рано пришли Или слишком поздно пришли Я там костюмы придумала Вы же аниматоры На втором этаже В уборной То есть нам нужно идти переодеваться Ладно, пошли Ладно, если Вовочка придет Свистните, пожалуйста Что-то мы к тебе немножко лоханулись Так, чутка, да, бывает Ой, я что-то в спальне нашла Так, уборная здесь, я сейчас переоденусь И выйду Так, стой там Так, где здесь костюмы она спрятала Ты обернись, пожалуйста Пока я здесь буду переодеваться А то мне как бы футболку надо снимать Там труханы снимать, там костюмы Ну обернись И ты тоже обернись Обернись, пожалуйста Вот смотри, ты смотришь на экран, обернись, пожалуйста, в другую сторону Пока я буду переодеваться, чтобы там лишнего перед тобой Ничем не засветить Ты посмотри, ну я ж тебя прошу Ты на меня сейчас смотришь, ну к кому я обращаюсь Ну обернись, не смотри на меня, пожалуйста, дай я переоденусь Ладно, да, я выключу экран Не хочешь, значит, так будет Маленький какой-то, узкий Жмёт яйца Так, ну я всё Чё, как? Вот это да Ты супергерой? Нифига себе, сегодня аниматором Человеком-пауковым буду Я как, туда, сюда, запрету Всем по башке надаю Слушай, ну не, ну мне с ролью повезло Мне нужно сегодня Питера Паркера отыгрывать Давай, иди ты переодевайся Да, 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 я тоже хочу Где костюмы лежат? Да, вот там за умывали В мусорке, да, переодевайся Так, в мусорке пусто Ага, а, во, нашла Давай, давай, давай Сюда натягиваем О, какая я красотка Так, сейчас это подтянем Тут, да, лифчик туда Тебе помочь там, Кать? Нет, смотри Эй, как? Я зебра Я зёбра, 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 зёбра Эй, как я тебе, как? Ну тебе сзади не застёгнуто Это молния А, да, я хотела бы просить тебя застегнуть Потому что я сама не дотягиваюсь Пойдём, поможешь Подожди, а о чём думала эта воспитательница Когда готовила костюм Человека-паука Который будет по совместительству работать Зеброй Это как вообще? Эээ, я не знаю Надо что-то сценарий посчитать Давай, короче Иди сюда на свет А то я сегодня без очков Иди сюда Сейчас, да, я То есть тебе нужно это засунуть Ну, в это Как его сейчас? Да, да, пихай, пихай давай Сейчас запихну Чё? Сильнее давай Да я... Да оно не вставляется Подож... Пихай, ну, дави сильнее Прям, прям давай Да я вставляю Да оно не залезает туда Ну, уже давай Да он слишком Подожди Я понимаю, что мы опаздываем Сейчас вставлю Подожди Ну, не залазит он Давай, пихунок Ага, всё Давай, давай Сильнее, сильнее Да, Кать, ну не получается Ну, он застрял там Ну, я не могу Его как-то вставить туда Ну, не получается Ой, ладно Короче, пусть висит Пусть висит так Ладно, не залазит туда Пускай так висит Ладно, пошли Пусть висит Висячий Мам, папа Что вы тут делаете? Да мы это Да мы бегунок В молнию засовывали Ой, это реально как-то двухсмысленно звучало Это не то, о чем мы подумали Вовочка Пипец Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok